По итогам прошлого года в Акмолинской области количество объектов малого и среднего бизнеса возросло до 50 тысяч. Специалисты уверены, что развитию предпринимательства в регионе способствовала государственная программа «Дорожная карта бизнеса-2020». В новом году у ее участников появятся новые возможности. Об этом заявили в фонде поддержки предпринимателей. А вот какие именно, об этом в нашем следующем материале. Бендитерский цех, который открылся год назад в Кокшетау, сейчас расширяет производство. За короткое время продукция завоевала уважение покупателей. В сутки кондитеры выпускают 3 тонны сладостей. На строительство фабрики потрачено более 200 миллионов тенге. 20 из них – это государственный кредит. Мы обратились в фонд развития предпринимательства «Дому», которая, в свою очередь, нам оказала большую помощь. Сократила процентную ставку по банку в два раза до 7%. Помимо этого, мы принимаем участие, подали заявку на правительственную программу государственную по возврату части расходов по приобретению нового оборудования. В 2015 году в Акмолинской области было одобрено 90 бизнес-проектов на общую сумму более 3,5 миллиардов тенге. Этот показатель по сравнению с 2014 годом увеличился в полтора раза. В новом году новых проектов будет только больше, уверены в фонде поддержки предпринимательства. У дорожной карты бизнеса появились новые инструменты. Если раньше, все регионы, в том числе и город, были приоритетные отрасли, были требования определенные. То есть, соответственно, это должно быть относиться к обрабатывающей промышленности, еще к какой-то такой сфере, которая проходит по дорожной карте бизнеса. Сегодня эти отраслевые ограничения для регионов сняты. Поэтому даже тот, кто хочет поставить просто магазин, взять деньги, оборотку на закупку товара, поставить кафе, какой-то кемпинг, то, что раньше было невозможно, сегодня в районе, в сельском округе это вполне возможно сделать. Жители области благодаря господдержке открыли свое дело в самых разных сферах. В проектах дорожной карты бизнеса 2020 получили работу 2000 человек.